всем привет сегодня у нас очередное занятие по карвингу сегодня мы будем разбирать вертикальную работу мы будем говорить про сгибания про разгибания в какой момент в какой части поворота нам что нужно делать в общем во всех поворотах неважно это с проскальзыванием или это повороты там плугом или это карвинговый во всех поворотах мы делим их условно на две части и эта часть проходит тогда когда вы же наши направлены вниз по линии склона называется линия ската так вот первой части поворота в начале поворота то есть мы ноги разгибаем во второй части поворота мы ноги сгибаем так вот основное отличие в карвинге от поворотов с проскальзыванием в том что мы ноги разгибаем не наверх вот мы заканчиваем поворот у нас ноги согнутые и мы готовимся к новому повороту так вот поворотах с проскальзыванием мы разгибаем ноги после перекантовки наверх в карвинге мы тоже разгибаем ноги мы их разгибаем внутрь следующего поворота чтобы у нас центр масс ушел туда внутрь чтобы у нас были большие углы закантовок и чтобы мы не стояли высоко над лыжами так вот после перекантовки наша задача перекантовались и ноги разогнуть внутрь вот сюда вот это мы делаем одновременно с увеличением угла закантовки то есть мы перекантовали стопами продолжаем увеличивать угол закантовки и разгибаем ноги как бы стремясь туда внутрь следующего поворота для этого после перекантовки чтобы сделать разгибание внутрь нужно будет внутреннюю ногу та которая будет ниже по склону ее оставить согнутой а внешнюю ногу начать разгибать и тем самым у нас внешняя нога разгибается а внутренняя остается согнутой потом когда мы выехали на линию ската наши ноги разогнуты то мы начинаем делать сгибания на самом деле сгибания нужно делать не на линии ската немножко даже пораньше то есть если да вспомнить наш рисуночек сгибать ноги мы начинаем если у нас линия ската вот здесь то мы начинаем сгибать ноги повыше то есть примерно в тот момент когда носочки наших лыж смотрят примерно вот под таким углом вот отсюда можно начать сгибать ноги в первую очередь нужно начать сгибания ног с голеностопного сустава который находится вот здесь и согнув голеностопный сустав мы прижимаем язычки лыж и соответственно у нас давление уходит немножко вперед после того как мы согнули голеностопный сустав прижали язычки лыж уперлись в них дальше мы начинаем и продолжаем сгибать но уже в коленном и в тазобедренном суставе как бы становясь немного ниже и сохраняя более низкую позицию для карвинга потом в следующем повороте мы снова начинаем разгибать ноги как бы удаляясь от лыж и потом с линии ската мы снова начнем условно с линии ската потому что начать нужно сгибать пораньше мы начинаем сгибать ноги и приближаемся к лыжам тренировать это мы начнем также со второй части поворота мы сделаем траверс как обычно как мы уже умеем поставим лыжи на кант и после того как мы поставили лыжи на кант лыжи зарезались мы начинаем сгибать ноги в первую очередь согнули голеностопный прижали язычки ботинков и потом начинаем сгибать коленный и тазобедренный вот такие вот такое вот наше движение будет если сбоку это будет картинка вот так вот мы катимся вниз поставили лыжи стопами на кант начинаем сгибать ноги голеностопном приезжали и продолжаем сгибаем ноги в коленном и для того чтобы не уйти в заднюю стойку нам нужно еще продолжать сгибать козобедренный сустав и как бы наклонять плечи вперед чтобы сохранить нейтральную или более переднюю стойку и так пробуем это движение сделать хорошо после того как вы попробовали это движение попробовали сгибать ноги во второй части поворота будем тренировать первую часть поворота во второй части в принципе ничего такого сложного сложного нет единственное нужно будет всегда следить за тем что подъезжая к линии ската когда носочки ваших лыж примерно вот туда смотрят нужно начать сгибать голеностопный сустав и начать прикосать прикосновение к язычкам ботинков вторая часть немножко более сложная потому что именно от правильного захода в поворот карвинги очень многое зависит и если вы будете разгибаться много наверх то будет очень тяжело скажем так потом увеличивать угол закантовки потому что это нужно будет сделать очень быстро и соответственно очень тяжело до линии ската создать большие углы закантовки поэтому постараться нужно разгибаться не наверх разгибаться внутрь если представить что мы заканчивая поворот находимся вот на вот этой высоте и если представить что над головой находится какой-то потолок то нам нужно сделать разгибание таким образом чтобы этот потолок головой не задеть чтобы разгибаться не сюда наверх а чтобы вы как бы вдоль вот этой линии начали делать перекантовку сохраняя ноги согнутые и потом уже после перекантовки начать разгибать ноги вот сюда внутрь для этого правильного разгибания есть одно хорошее упражнение возьмем палочки вот таким образом когда будем разгоняться сядем пониже все суставы посильнее с огнем и соответственно палочками прикоснемся к снегу и наша задача будет сделать разгибание не отрывая палки от снега и всегда на протяжении всего проезда мы будем сохранять палки на снегу поехали нет еще раз мы после перекантовки делаем разгибание следим в основном за тем что мы разгибаем верхнюю ногу то есть та которая будет внешне в нашем следующем повороте и второй момент которым нам нужно посидеть что мы разгибаясь также увеличиваем давление на ногу на верхнюю еще до линии ската в первой части поворота вам нужно почувствовать что давление на верхней лыжи возрастает и но про это мы еще поговорим в отдельном уроке второе зачем следим за сгибанием начинаем до линии ската сгибать ноги и концу поворота вам нужно чтобы ноги у нас были сокнуты не идем много наверх идем внутрь следующего поворота в общем на этом все урок получился короткий основная задача даже была именно не про сгибание поработать над этим мы поработаем в других уроках а именно последить что разгибание чтобы шло не наверх а чтобы вы скользили чтобы много наверх не поднимались и разгибались больше внутрь следующего поворота а это все увидимся в следующий раз пока